Человек этот зовут его Евгений Ерёмин. Евгений Боб Ерёмин. У него, вот он мне подарил книжку, она у него была в последнем экземпляре, как он мне сказал, я ему верю на слово. Живёт он в далёком городе Мирингри, Южная Якутия. Сам он из Благовещенска, а это не менее далеко. Близко лето, а не укусишь. Да где ж она где? Сердце хоть выжми. Радио, вроде бы мёртвая штука, а всё приятнее, будто пьёшь не один. А по стеклу сиреневый ливень, а по надгазам лысые крылья. Твои колготки, стать бы собакой, теряя нюх, лакать эти слёзы. Лучше б тебя не было. Сколько песен, а мне б такую, чтобы с петли да на всё это плюнуть. Снега бы, снега бы полную ванну. Пусть судмедэксперт потом фантазирует. Милые люди эти психологи. Да где им до водки с их мотивацией? Или вот тоже взять тараканов. Живут же без сердца, а во сто раз счастливее. Лучше б тебя не было. Быть или не быть, скорее бы уж утро. Работой залить на сердце и сжогу. Зажить бы в тайге или лучше на пасеке. Только ведь ты-то туда не подъедешь. А вот интересно, как с линзами плачут. Тут и без них в глазах стекловато. Сирень на стекле, как будто обои. Но ведь нашли же друг друга такие разные. Так и вот песня у неё есть. При этом такая незатейливая мелодия. И вдруг человек из этого нерингри, который преподает русский язык китайцам, написал какую-то большую работу по религиозным, каким-то православным отсылкам, аллюзиям, творчестве Бориса, песня Бориса Гребенщикова. Взял весь его срез, переколбасил, перелопатил пока. И издал большую работу такую. И вообще там ковыряется в русском роке и открывает для меня такие вещи. И он вдруг говорит, а что Цой? А он говорит, а придёт апрель и родится вновь. Он говорит, Рома, ты чего? Пасха. Он, может, и сам того не хотел. А вот взял и написал. И вот про такие вот вещи в текстах. Когда мы действительно что-нибудь как брякнем, мы сами там не ведаем ничего. И вот есть такой умный человек такой вот. Бачочко с длинными-длинными хайром таким. И вот он написал ещё такую песню. Я спою сейчас эту песню. Сейчас я спою её. Постараюсь, покрыли. Мне так что и сделать там. Трим-пым-пым. Трим-пим-пим. Не попроси, чтобы продолжал. Трим-пим-пим. Он читает о Генри почти до рассвета, Но с рассветом он обходчик путей. А она вообще, по-моему, с другой планеты, Где всё ещё не до детей. У него пенсионка ракетных войск, У неё нет осенних сапог. Из чего бы им верить, Что фарфоровый поезд Всегда поспевает срок? Любви хватит на всех. Днём он строит овчарок в погранотряде, Но в душе он скрипач-виртуоз. Она всю жизнь проверяла чужие тетради, И теперь у неё свой склероз. У него бессонница от медали, Она уснёт, не снимая очки. Фарфоровый поезд Пылится годами в полшаге От их тоски. Любви хватит на всех, Так говорит проводник. Но знал об этом Бедная Лиза Она бы ответила Фиг, любви хватит на всех, Так говорит контролёр. Но знал об этом Старуха-проценщица Да у парня бы выпал топор Любви хватит на всех, Так говорит машинист. Но знал об этом Фанни Копла Она бы пальнула Написк любви Хватит на всех. Он пьёт на полставки В районной газете Но с похмелья Он почти Дон Кихот Она давно махнула На всё на свете Но какой она варит компот В одну из зимних ночей Он домой не вернётся Ей так и не увидеть Париж Фарфоровый поезд Куда-то несётся Куда-то А ты говоришь Любви хватит на всех, Так говорит проводник. Но знал об этом Баба Яганна забила бы на этот фольклор Любви хватит на всех, Так говорит контролёр. Но знал об этом Баба Яганна забила бы на этот фольклор Любви хватит на всех, Так говорит машинист. Но если б я это выдал трём сёстрам, Они бы свалили в стриптиз Она всё знала, Да видно, скрывала что-то А он обознал...